Ну если она читает Паула Каэлья, то лучше просто сразу нахуй уйти в пизду такую пизду. Здарова, братаны! Вы на канале Дивплей, меня зовут Евгений, и мы продолжаем познавать язык Андрёжа Бафф. Лет через пять вам это пригодится, так что погнали! И сегодня мы будем пытаться подкатить шары в лузу девушки в кофейне, в местной кофейне за стольком читает книгу красивая блондинка. Сможешь ли ты быть интереснее, чем моё книга и получить её номер? Ну если она читает Паула Каэлья, то лучше просто сразу нахуй уйти в пизду такую пизду. Ну короче, нам надо взять номер. Погнали! Справедливости ради, девушка такая 50 на 50. Спросить, занят ли стол, посесть к ней, дерзко. Спросить, что подарить своей... Не, а с подругой сказать, что читала... И что в конце умирает, блядь, спойлерист хуже пидораса. Остаться стоять и спросить, что она читает, обвинить её в том, что она цепляет мужчин, прикрываясь чтением. Так... Привет, привет. Чего у тебя там? Книга! Я знаю, а что это за книга? Покажи обложку. А, эта. Ты читал её? Но он умирает в конце. Да, так и есть. Извини за спойлер, я читала её раньше, а ты читала её? Так она нравится тебе так сильно? Ну, я читала её, когда был неуверен, что поняла её, поэтому подумала, что мне надо её пересчитать. Она настолько тупая, что не поняла книгу. Окей, приятно познакомиться. Это очень игривый вариант, он может сработать, если ты поддаешь его правильно. В худшем случае, она ничего не поймёт. Но ты можешь развить её, поэтому такой открывашки шанс на успех есть. Хмм. Сказать, что у неё красивые волосы, пригласить её к себе. Ты знаешь, мне нравятся твои волосы красивой цвет и длина. Ну, единственное, тебе бы вы... Лучше бы ты их помыла! Чё? Знаешь, лучше использовать там всякий шампунь, кондиционер. Хорошая ферма, правда, используй это. По утрам волосы будут блестящими. Спасибо за ценный совет. Как мои. Хорошо. Блестить будут. Окей, я последую твоему свету. Послушай, так вышло, что я живу достаточно близко, но у меня есть этот, как его. Знаешь, Аведа очень хороший шампунь, я никогда о нем не слышала, поэтому можешь зайти, я вымою твои волосы. Ты знаешь, как делают парикмахеры. Наклоняешь голову назад, но у меня нет специального кресла. Я могу вымыть чудесный шампунь. Всё натурально, органическо. Ты приглашаешь меня к себе домой, чтобы помыть мне волосы? Да. Было бы классно. Я хочу посмотреть... У меня есть фен. Впервые, но... Очень близко, однако. Я уверена. Очень заманчиво, но... Конечно. Нет. Нет? Я откажусь. Настоятельно откажусь, но я думаю, мы можем попробовать это в другой раз. Не, я думаю, я откажусь, блядь, на неопределённый строк. Я не совсем понимаю, это бесстрастно, отказ, но я думаю, это значит, что ты скоро... Во, короче, запиши твой номер, потому что я вижу... Сейчас на него наберут, чтобы убедиться, что правильный номер. Затем мы сможем встретиться. Это вообще-то мой телефон, который... В нём другая симка не та. Да, извини, на самом деле, со мной очень трудно связаться. Я мог бы дать тебе свою сим-карту, а затем позвонить по скайпу, чтобы узнать, когда мы встретимся. Я не думаю. Извини. Не? Не. Хорошо, так что мы увидимся снова, правда? Если это судьба, возможно, мы нечаянно столкнёмся с друг с другом. Кто знает где и когда. Достаточно справедливо, но мы увидимся снова. Это один из моих... Знаешь, он проявляет такое позитивное качество, как упорство в реальной жизни. Она, возможно, сдалась бы и начала смеяться. Может быть, ты ей понравился бы. Уважаю эту девушку. Она отказала мне уже, наверное, 20 раз, и, пожалуй, хватит. Я оставлю всё так, как есть. И собираюсь сказать ей вот что. Мне пора идти, но я хотел сказать что-то замечательное, такое милое. Мне было приятно познакомиться с тобой. До свидания, хорошего тебе дня. И потом выходишь. Таким образом ты уйдёшь, как настоящий джентльмен. Ты создашь из себя хорошее впечатление. Поэтому постарайся стремиться к такому варианту. Это одна из моих любимых опций, как я уже сказал. Так. Разознать про неё, использовать твои глубокие знания в литературе, чтобы произвести впечатление. Так, давайте её побыстрее закадрим. Ах, Оля. Вообще, мне нравятся аудиокниги. Тебе нравятся аудиокниги? Да, потому что иногда в машине... Одной из моих машин, если я, например, в Ламборгини. Вот, удобно, я обычно люблю аудиокниги. Ну, не знаю, например, по психологии или чему-то такому. Если я расслабляюсь в роллсе, мне надо что-то более... Ну, не знаю, может, воодушевляющее, например, откинувшись на заднем сиденье, выпить немного шампанского или ещё чего-то, потому что... Маленький холодильник, так, хочется чего-то более воодушевляющего. Как, например, послушать биографию какой-то легендарной личности или что-то типа того. Когда я дома, у меня есть сериусы с тема. В каждой комнате. Сколько комнат? Ну, не знаю, 16 комнат или что-то типа того. Поэтому я могу слушать аудиокнигу, и она будет начинать звучать в моей комнате. Когда я дома, я не знаю, роман в одной из джакузи послушать, или через подводные колонки в бассейне. Могу я там слушать аудиокниги. Да, так что-то мне нравятся аудиокниги, они классные. Я вижу очень много информации, очень интересным. Конечно, да. Отлично, это было бы на самом деле смешно, такие глупые шутки часто забавляют девушку. Тебе лучше сконцентрировать внимание на том, чтобы не превратить беседу в свой монолог. И не забудь, что нельзя открыто хвастаться. Как у тебя получается быть свободным в четверг? Ну, у меня есть работа, но она дистанционная, на ноутбуке могу поработать из дома или в другом месте, работаю по интернату с Америкой. Поэтому в Европе нужно ждать, пока они проснутся. И вот получается, что я свободен, и потом я могу работать из дома лежа в кровати, лежа на балконе. В общем, работать лежа. Отлично, да, прикольно. Как насчет тебя? Почему ты не на работе? Ну, у меня есть работа, я работаю в универе, и поэтому у меня немного необычный график. У меня есть немного свободного времени, я работаю почти по вечерам. Хорошо. Так, предположить, что она преподает половое воспитание. Сказать, что ты не учился в университете, это пустое времени. Ты любишь... Узнать, любит ли она свою работу, или это просто ради денег? Так ты преподаешь в универе? Интересно. Скажи, тебе реально нравится то, что ты делаешь, или это ради денег? Мне на самом деле нравится. Отлично, ты чувствуешь... Что-то там в жизни людей. Я серьезно чувствую, что делаю что-то важное. И что информация, которую я довожу, будет полезна для людей и моих студентов. Думаю, это правда. Потому что я до сих пор помню своих учителей из начальной школы... Из средней школы. И не знаю, было ли у тебя так же или нет. Но мне нравились больше всего предметы, которые преподавали хорошие учителя. Часто бывает, что хороший учитель мог изменить весь ход жизни ученикам. Согласна. Вспоминая все это... Какие школьные годы твои самые любимые? Я понимаю, важно, в каком году у тебя были хорошие учителя. Не важно, что ты учишь. Ты хорошая педагога? Студенты любят тебя? Надеюсь. Отлично. Я стараюсь. Это очень редко. Ты знаешь, большинство людей... Просто уходят, но они не хотят все это... Боже, я не успеваю. Как же они много пиздят, бээээ. Да, сердечечка. Молодец, отлично. Ты можешь задать девушке вопрос. Это тот шаг, который 100% приведет к интересной беседе. Она любит работу, она расскажет тебе почему. А если не любит, то поменят вещи, которые ей действительно сцепляют. Американскую культуру преподает. Так. Спросить, что именно отозначает предложение. Пончиков гамбургеров, похвалить ее работу. Похвалить. А Америка... Это кто? Джордж Тейнбек, Эдвард... Ой, Эдгар Алан Пуа. Конечно, это ее честь. В основном я делаю упор на то, чтобы мы называли современной культурой. Бритни Спирс... Какая новая Бритни Спирс? Она уже Старперша. О, вау. Это должно быть интересное занятие. Они не изучают какие-то вещи, которые по тысяче лет дают. Думаю, влияние всяких Канье, Кардашьян, отражается на американском обществе. И это влияет на американское мышление. А почему это полезно для студентов? Потому что многие из этих студентов хотят оставаться на родине. В какой-то мере они будут общаться, либо находясь в Штатах, либо находясь за границей. Но общаться у них должно быть представление об психологии, об идеологии. Что бы то ни было, я думаю, это важно. Да, правильно. Потому что американская культура всем проникающая это знала, а она везде. Да, так можно сказать. Я знаю, что в Англии мы всегда на несколько лет отставали от Америки во всех трендах, впрочем, и так далее. И потом Европа, и еще немного позже. Это классно, и более того, должно быть реально интересно для людей. Да, я так думаю, класс. Когда у девушки есть... Никогда не подкалывая ее по поводу, наоборот, выразивая свое одобрение, восхищение этим, ее работой, которую она, очевидно, обожает. Мне на самом деле нравится моя работа. Есть одна вещь, которая меня очень не расстраивает. У меня есть проблемы. Я не могу распечатать все копии страниц, которые мне необходимы, либо дома копии материалов. И мне нужно каждый день находить печать, и выходит очень дорого. Что ты думаешь, можно с этим сделать? Принтер купить, блядь. Если еще блондиночка, я тебе могу помочь с покупкой нормального принтера. Я в этом шарю. Сказать, что это должно быть очень раздражает. Ильичи бежат на печать. Ответить размытое неопределенно, потому что ты не слышал. Сказать, что она может игнорировать коллег, которые ей не нравятся. Быть честно, бы сказать, что ты отвлекся на девушку. Ну смотри, я думаю, у каждого есть свои проблемы на работе. Если у тебя есть коллега, который тебе не нравится, ты можешь просто игнорировать его. Либо я и не знаю. Че? Кто-то спро... Коллега? Да, у тебя были проблемы на работе или что-то в этом роде? Связанные с распечаткой. А с распечаткой, тогда ясно. Я понял. Так, может лучше используй экран вместо печати или что-то в этом духе? Айпады, попроси их приносить свои айпады. Опси, ты, кажется, отвлекся. На ту красотку не могу тебе в этом винить. А с этой девочкой ты все запорол. Ой, будем честными. Слушай, честно, ты видела. Ту девушку, которая только что проходила мимо? У-у-у. Да, она уже ушла, но у нее потрясные длинные ноги и отличная задница. И она обернулась и подмигнула. Мне или улыбнулась, и я сейчас полностью потерялся. Дай мне секунду передохнуть. Итак, мы говорили о твоей работе, да? Проблемы там какие-то? Да, ничего. Да. Не важно. Она была потрясающей, если честно. Окей, так, проблемы на работе, но с другой стороны, все хорошо в жизни, да. Урок отсюда нужно вывести такой. Одно дело, когда ты, честно говоря, что отвлекся на девушку. Но другое дело, да, ты вдаешься во все грязные подробности. Блядь, я его не заставлял! Да, это плохо. Я думаю, у тебя недостаточно распечаток для студентов, так? Да, это часть проблемы. Я думаю, ты можешь запросить больший бюджет или попросить их делиться, но, да, это раздражает. Респект! Ты не отвлекся на сексуальную девочку, проходившую мимо, и ведь этим можно воспользоваться в будущем. Молодец, что обратил вариант. Внимание и выбрал правильный вариант. Так ты преподаешь, а что для тебя еще важно в жизни? Что тебе еще нравится делать? Мне очень нравятся собаки, я люблю путешествовать. Путешествовать? Да. Круто. Последние годы я путешествовала довольно много. Круто. И в каких местах ты была? В Европе, я была в Праге, Россию, Украине, Польше, Литве, Латвии. Короче, в вам же странах. Отлично, во всех странах Восточной Европы и бывшего СССР. Так, да? Да, круто. Расскажи самое лучшее... Так, я не хочу слушать. Рассказать, что там скучно и даже нет. Вай-фай, уточнить, что именно ей понравилось. Да. Вообще-то я тоже был там, и мне... А чего ему показалось, что именно тебе понравилось? Ну, я думаю, сам факт того, что он очень красивый. Я думаю, что я была... Повлиял на нее. Так что я была там в нужном возрасте. Для меня это было значимо. Я хотела бы туда вернуться. Я думаю, что поеду туда следующим летом. О, да, круто. Я бы тоже хотел туда. Так что если я поеду в Штаты и буду рядом с большим каньоном... Хотя я не знаю, буду ли... Да, Феникс, Аризона. Мы могли бы вместе съездить туда. Было бы круто. Окей, да. Отлично, это лучший выбор. Когда девушка говорит о чем-то очень эмоционально, нужно дать им возможность выговориться, не прерывая ее, не говоря о себе, не задавая лишних вопросов. Идеальный момент для сближения. Что же сказать о нет? Я не знаю, о чем говорить. Кофе пьет. Оно тоже тупит. Ну, мужик должен запиздить первым. Ты знаешь, я ненавижу неловкое молчание. Хорошая вещь заключается в том, что... Поэтому у нас не будет такого, когда мы станем хорошими друзьями. Надеюсь, да. Всегда есть исключение, но это сработает в 99% случаев. Расскажи мне, как ты развлекаешься? Насколько я себя помню, я всегда любила играть в волейбол. Это то, чем я стараюсь заниматься в любое свободное время. Здорово. Я играл в волейбол в школе, он у нас был в школе, но с того времени я больше не играл, но он популярен, когда я езжу в Барселону очень много. Ты играешь? Да, могу в пляжный. В любом случае. Хороший? Да. Можешь возле сетки подкрыть, но тебе будем отправить меч прямо вниз? Да. Да, классно, да. На пляже тяжелее, потому что сетка выше. Да. Ну да. Очень крутое увлечение, да. Чем ты еще занимаешься? Ну, наверное, большим всего времени я сейчас провожу, изучая русский в качестве хобби. Сказать, что это глупо, что Путин злой, и русские просто пьющие водку идиоты. Сделать комплимент, потому что она выбрала сложность для изучения языка. Комплимент. Русский? Ты знаешь, я знаю много людей, которые говорят на французском, на английском, конечно, на испанском, немецком, но очень редко встретишь с кого-то, кто говорит по-русски. Это круто. Почему ты выбрала этот язык? Ну, у меня была какой-то идея. Я училась в старших классах, у меня была возможность поучиться за границей. У меня было два варианта, Франция и Россия, и эта тупая пизда выбрала Россию. А, выбрала Францию. Да, эта тупая пизда поехала в Россию, блять, вместо Франции. Поэтому сразу можно её выкидывать нахуй, потому что у неё нет мозга. Блять, выбрать Россию вместо Франции. Правильно, когда у девушки есть настоящий талант или умения, которыми можно гордиться, и когда она много работает над этим, тебе не следует над этим обидно подшучивать. Наоборот, скажи, что ты уважаешь её за это. Объясни, почему, а затем нужно порасспрашивать, ведь нужно выяснить, зачем она этим занимается. Сколько проводит за этим временем твои вопросы приведут к интересному... Твой интерес... Откуда ты? Вообще-то из Англии, откуда именно? Я родился в Лондоне, ну, вообще знаешь что? Когда я был молодой, я жил в Южном Лондоне. И у них там сильный акцент, и даже само название Южный Лондон местные... Потешаствовал, переезжал... Мой акцент почти пропал, но всё же я звучу по-британски для тебя. Да, слишком слышно. Слышно. О, это хорошо. Так, поговорить про то, как иностранцы воспринимают англичан. Я думаю, тебе нравится мой британский акцент? Да, красивый. Это хорошо. Да, многим он нравится, поэтому он хорош. Я счастлив, что родился в Англии. В Германии или что-то? Типа того. Серьёзно? Да, думаю, что немецкий акцент немного жёсткий и звучит страшно. Да. Тебе нравится, Арнольд Шварцнекер? Он устриц, но вообще да. Ну да. Но акцент похож... Да-да-да-да-да-да-да. Отлично. Это довольно резко. И сейчас не лучшее время. Сказать, что она тебе нравится и что ты хотел бы встретиться и ещё попросить номер телефона, скажи... Безумно красиво... Блядь, конечно, она безумно красива. Не, ну в принципе, да, она ещё так... Слушай, надеюсь... Ты снадшибательная? Хочу пригласить тебя на очень романтическое свидание и ужин присвещать всё такое. Это очень мило, но, к сожалению, я вообще-то... Встречаюсь кое с кем. Это очень интересно. Ты собираешься выходить замуж? Всё серьёзно? Блядь, пизда. Свободное время. Для правного свидания. Если всё пойдёт хорошо, то... Слишком рано делать такой шаг. Поэтому и не сработал. Блядь. Чем тебе нравится заниматься? Ну, скажем, для развлечения вечером, например. Потому что ты изучаешь русский. Может, ты выпиваешь, танцуешь, что-то в этом духе? Всё вышеперечисленное, да. Всё одновременно. И когда есть настроение, да, круто. Я люблю иногда потасоваться. Котейли, бары, разные бары. Ты куришь кальян? Хука? Да, хука, кальян. Иногда, да. Я небольшой фанат, но... Мне нравится. Говорят, это очень вредно. Думаю, вредно. Раз в месяц. Но после него не кашляешь, поэтому... Это полезно. Да, нам надо иногда покурить кальян. Как бы он ни звучал на разных языках. Выпить коктейли и потанцевать. Ох, может быть. Если ты решил, что хочешь увидеть её снова, можно подготовить следующий шаг. Спросить, что она любит дело и свободное время. Возможно, вы любите одно и то же. Возможно, ваши вкусы похожи. А может, она заинтересуется твоими увлечениями, или ты захочешь опроводить её в кубе. Такое развитие событий позволит тебе легко назначить следующую встречу и получить её телефон. А ты ещё чем-то активным лежишь? Любишь заниматься? Да, волейбол. Её выросло в деревне, так что мне очень нравится проводить время на природе. Я не хочу слушать. Узнать её планы на неделю, дотронуться до её лица, провести психологический тест-куб, спросить, какой тип мужчины дотронуться до ебальника. Подожди, на секунду поближе. Хочу кое-что посмотреть. Вернись. Чё ты делаешь? Просто хотел потрогать тебя. Чё? Нежная кожа, и ты выглядишь как маленький ребёнок, и просто хотел сделать уйти, 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 уйти всего лишь. Звучит странно. Нет, мне это не нравится. Нормально. Почему парни так не делают? Нет. Парни так не делают. С тобой. Точка. Я всегда так делаю. Стром на комплименты. Выглядишь молодо. Это был забавный пример, но днём тебе лучше не увлекаться прикосновениями. Думаю, уличь её беседой. Ты заняты на этой неделе? Какие у тебя планы на следующие 7 дней? Моего друга завтра вечеринка, а на этих выходных я поеду в Вильнюс на поезде. Так что, довольно занято. У тебя же бывает свободное время? Может быть. Может быть, в воскресенье? В воскресенье, да, отлично. Я могу быть свободен в воскресенье. Окей. Отлично. Ты абсолютно прав. В тебе случайно... Встретимся завтра-то. Я не в городе. Это такой, окей. Пишешь через пару дней. Привет. Как насчёт встречи? Сегодня ты в городе. Извини, я сегодня занята. Чтобы сбежать в какой-то дурацкой ситуации, чтобы всё-таки увидеться с ней потом. Почему бы не выяснить прямо сейчас? Какие у неё планы на следующие недели? Это легче выяснить лично. И не нужно будет посылать кучу тупых смс, с которыми не добьёшься встречи. Отличный выбор. Предложить встретиться на коктейле, сказать, что у тебя есть пара минут, и пригласить её заняться любовью в туалете. Предложить как-нибудь... На природе прогуляться. Она вроде... Да, она же говорила, что любит на природе быть. Тебе нравится ходить пешком и активность и на природе, а сейчас хорошая погода? Мы могли бы как-нибудь погулять. Или, я не знаю, встретиться вечером. В любом случае, я много всего. Может быть, ты оставишь у меня свой номер? Что-то организуем? Конечно. Спасибо. Совершенно верно. Нужно аккуратно выяснить, что вам обоим нравится, а затем предложить встретиться, чтобы вместе провести время за этим занятием. Это намного лучше, чем просто сказать, дай-ка номер. Давай пойдём поужинаем завтра. Прощальное объёте, потом попытаться поцеловать, довольно холодно попрощаться, сказать до встречи. Попрощаться бы не мило бы сказать, как приятно было познакомиться. Конечно же. Слушай, мне надо выдвигаться, но было очень приятно познакомиться. Очень. Очень рад. Увидимся. Пока. Бедно, ты почти дошёл до конца. Ну, этот шаг немного перебор. Ты размяк в тот момент, а это недопустимо. К тому же, ты теперь выглядишь немного как слабак, поэтому она может передумать насчёт следующей встречи. Казанова! А здесь... Что ж, ну, в принципе, номер там и взяли, взяли. Так что всё, заебись. И ещё одну бабёнку мы охмурили. Надеюсь, эта хуйня никому не поможет. Хотя, в принципе, ну, те варианты ответов, которые тут как бы в игре помогают, они, в принципе, помогают и в реальной жизни. Что ж, на этом на сегодня всё. Так что, всем спасибо за просмотр, и всем пока.